Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. Путешествуя по разным островам, по разным проектам, я так и не смог нигде зацепиться. А желание поиграть, да поиграть так, чтобы прокачаться с самого начала до каких-то высот, которые я себе не ставлю, никаких планов у меня нет. Просто хочется поиграть с самого начала, как когда-то, когда я этим начал заниматься. А начал я как раз вот с острова Новус. Это моя такая вот малая арм-родина. Сюда я и решил вернуться. Просто для того, чтобы поиграть, ну и достичь каких-нибудь, может быть, высот. Никаких-то мегапланов я не строю. Пускай все идет так, как оно когда-то у меня начиналось, как оно вообще должно быть. Данный остров был для меня когда-то стартапом. Я попутешествовал, попутешествовал по островам, но больше всего мне приглянулся именно Новус. Ну что ж, тогда здесь я, наверное, и начну какое-то свое путешествие. Здесь я заходил и показывал, что можно было открывать предприятие. И вот в этом месте у меня как раз было предприятие. Как видите, теперь его нету. У меня вообще больше ничего нету. Я вот гол как сокол. Видно, что уже какие-то люди пооткрывали. Здесь как минимум четыре предприятия уже есть. Не знаю, доживем ли мы до того состояния, чтобы открыть свое предприятие. Я не заглядываю вперед. Все, пускай течет так, как оно будет происходить. И с моего последнего визита на этот остров прошло уже очень много времени. Естественно, здесь все поменялось. У меня нету ни одежды, ни машины, ни денег. Остались только лицензии категории B, C, C1. И в общем-то все. Больше у меня ничего нету. Мой друг Тимурка, он зашел раньше меня. Он дал мне 20 тысяч подъемных. Я не знаю, сколько здесь дается подъемных. Я уже не помню, заходил очень давно. Но все обнулилось. А категории у меня остались. У меня еще есть даже лицензия на плавку стекла. Но сейчас мне, как и любому новичку, нужно посетить магазины, которые находятся вот здесь. Все расположено достаточно компактно. И вообще надо сказать, что магазины здесь мне всегда нравились. И когда я раньше заходил, ну и сейчас. Магазины выглядят вот таким вот образом. Здание-то как здание. А вот оформление магазина, которое мы сейчас увидим, само меню, мне вообще всегда нравилось. Смотрите, как прикольно сделано. Персонажек стоит крупно. Его можно крутить. Вся одежда распределена по категориям. Сначала мы выбираем категорию, а внизу загорается уже под категория. Где мы можем выбрать себе какую-то цветовую гамму. Какая нам удобна. Магазинчик прикольный. На самом деле, вижу только вот на этом острове такой магазин. Много есть интересных, красивых магазинов. Вот это один из них, который красиво очень выполнен. Ну и надо уже одеваться. Для этого я хочу выбрать что-нибудь рабочее. Все-таки я собираюсь работать. И работать мне, наверное, придется достаточно сильно. Потому что экономика на этом острове, это один из моих выборов, почему я пришел сюда, она непростая. Мы в ней еще, может быть, разберемся, полазим. Ну, я хочу остановиться вот на таком вот комбинезончике. Белый с зелеными вставочками. Как видите, снизу есть цветовая гамма. Выбираем любой. Дальше переходим в другую категорию. Категория головных уборов. Опять же-таки выбираем, какой нам понравился. Я вот выбрал каски, да, и снизу загораются разновидности этих касок. Но, к сожалению, зеленой каски нету. Есть оранжевая, белая и синяя. Ну, синяя и оранжевая как-то ни к селу, ни городу. Придется остановиться на белой касочке, чтобы выглядеть более-менее стильненько. Далее есть жилеты. Опять же-таки нету оранжевого рабочего жилета. Жаль, конечно, жаль. Это упущение. Надо что-нибудь придумать. Ну, возьмем черный. Пускай будет черный. Ну, и последнее, что интересует новичка, это сумка. Как видите, здесь есть интерактивность. Когда мы наводим на какую-то сумочку, загорается табличка. В общем-то, все замечательно. Есть добавленные сумочки. Ну, наверное, на ней мы и остановимся. Не знаю, правда, есть ли у меня это дополнение или нет. Ну, возьмем такую вот сумочку. Ну, и как результат, после покупки я выгляжу вот так. Ну, даже, может быть, не я, а мой персонаж. Такой вот рабочий человек. Начнем, наверное, какую-то трудовую деятельность вот в таком вот внешнем виде. Ну, далее, естественно же, нам надо пройти в следующий магазин, чтобы приобрести, не знаю, есть ли смысл сейчас мне покупать там какую-то лопату или кирку. Потому что денег у меня все равно нету, машины нету. То есть, фармить я сейчас ничего и не смогу толком. Как выглядит магазинчик, вы сейчас видите. На самом деле, мне вот такое вот оформление нравится, ну, не особо. Так себе. Есть взмахи. Это вообще такое эхо из каменного века. Ну, нас здесь пока что, в общем-то, даже ничего и не интересует. Могли, наверное, заметить, что нету навигатора. Потому что здесь встроенный навигатор и штатный навигатор, вот этот обычный, армурский. Он убран. Ну, ладненько. Дальше мы берем какую-то хавочку с собой. Хотя туда, куда мы поедем. А поедем мы сейчас на специально отведенное место. Остров. Не остров, даже называется место. Лагерь беженцев. Это такое место, где надо начинать свою рабочую деятельность. Поедем мы туда на автобусе. Еще когда я давно-давно приходил на Новус, который еще располагался на Алтисе, там уже была вот такая схема. Но сейчас они ее доверят до совершенства. Теперь есть и схематическая зарисовка. Вы можете увидеть, где примерно находятся эти остановки. И список остановок. Правда, список здесь написан не весь. Весь список можно увидеть, если мы сейчас взаимодействуем вот с этой вот табличечкой. Нажимаем на нее, и здесь список гораздо больше. Ну, не гораздо, по-моему, на две остановки больше, но тем не менее. Выбираем лагерь беженцев, оплачиваем проезд и, в общем-то, отправляемся туда. Ну, вот так вот это выглядит. Опять же-таки, раньше это выглядело просто черный экран. Вот довели все-таки до какого-то совершенства. Ехать не так долго. Ну, я немножко подрежу это дело, чтобы время тратить. Ну и все, мы прибыли в лагерь беженцев. Здесь я и начну свою трудовую деятельность. В общем-то, здесь надо всем начинать свою трудовую деятельность. Лагерь сделан прикольно. Единственное, что мне не нравится, что он далеко находится. Туда все-таки надо ехать. Есть банкомат, есть место приема товара, есть даже еда и вода здесь. Для тех, кто вот здесь хочет потратить какое-то длительное время, чтобы не умерли с голоду. Здесь все есть, все продумано. В общем-то, здесь можно существовать такое автономное местечко, на котором, в общем-то, мне сейчас придется потратить какое-то приличное время. Потому что я все-таки решился для себя, что я подзаработаю денег и начну свою деятельность и карьеру вот с нуля. Ну и, наверное, надо сказать, что работать-то здесь вообще не пыльно, я бы так сказал. Есть два вида сбора ресурсов. Гуава и папайя. Находятся они на одинаковом отдалении от центральной точки, куда мы это все будем сносить. Смотрим, что подороже, туда и бежим. В общем-то, и все. Нажимаем один раз кнопочку Windows, и наш персонажик работает, а я, как игрок, отдыхаю. Прокачиваться легко. Идет, как видите, шкала прокачки. Уровень здесь тоже играет какое-то значение. Если скучно, наскучило, то можно полазить в телефоне. В том телефоне, который есть на проекте. Выглядит вот таким вот образом. Очень много интересных настройок. Можно настраивать и цвет метки, саму метку. То есть, очень много настроек только в одном только телефоне. Если не хочется лазить в телефоне, можете полазить в планшете. Там тоже есть на что посмотреть. Ну и в конце концов, никто не отменял свой реальный телефон. Чем я, кстати, сейчас и занимаюсь. Я лазаю в своем телефоне. А мой персонаж лазит в телефоне, встроенном в игру. Вообще, когда я пришел на новос, меня и подкупило именно вот это. Мне уже тогда надоело вот это вот собирание тяпкой. Потом бегание, собирание каких-то мешков с яблоками. И все это сносим в машину. Потом на машине едем. Мне это тогда уже не понравилось. И когда я зашел на новос, мне так вот эта система приглянулась. Зашел, нажал кнопочку. Персонаж качается. Ты свободен. Ну, на тот момент мне казалось, ну, лучшей системы нет. И я до сих пор сторонник того, что вот эта самая лучшая схема по фарму, она меня не напрягает. Все, что от меня требуется, это когда заполнится мешок, надо его отнести. Ну, все-таки что-то же надо делать. Ну, что-то мы и делаем. Ну, а вот та самая старая схема с тяпкой и мешками меня раздражает до сих пор. Не нравилась она мне и поначалу моей карьеры в армии. Не нравится она мне и сейчас. Ну, а посему я думаю, что вот с такой вот системой я все-таки смогу здесь докачаться хоть до какого-то уровня. Я не знаю, буду ли я здесь уж очень долго прямо качаться для того, чтобы там открыть свое предприятие, раскачать свое предприятие. Не знаю. Вот действительно, на данный момент вообще нет никаких мыслей. Просто хочется вот, просто хочется поиграть. Вот как обычному игроку хочется зайти и поиграть. Потому что надоело уже ходить, делать какие-то обзоры. По островам хожу, а удовольствия от игры я не получаю. Поэтому вот захотелось мне просто чисто для себя, для души, так сказать, поиграть. Ну и вот я уже продал первую партию собранных мною плодов и передвигаюсь на другую точку. В другой конец как бы. Сама эта локация, она такой кишкой находится. Две точки по бокам и посередине точка, где мы продаем это. Поэтому, ну, достаточно удобно сделано. Я говорю, что единственное, что мне не нравится, что это на большом удалении от центральной части карты. Ну и на той точке я лазил в телефоне. А здесь я могу открыть планшетку. Пока собираю папайю, лазаю и смотрю. Вот тут есть, кстати, огромное древо прокачивания, которого, может быть, потом коснемся. Не знаю. Все-таки это не обзор, а я просто зашел поиграть, а не обозревать тут что-то. Удобно, очень удобно сделано, что параллельно ты можешь полазить по планшету, по телефону. Ну, или в своем телефоне, действительно, в реальном зависнуть. Я больше зависаю в своем реальном телефоне. Но, как вариант, можно и вот внутриустроенных, встроенных, вернее, не внутриустроенных, встроенных гаджетов тоже можно полазить. Тут, например, есть правило, что надо делать. Все прописано, ну, по-пошагово. Как себя надо вести на проекте, с чего начать. Все есть. Информации до хрена. Можно просто сидеть, читать, пока собираешь папайю или гуаву. И управление. Ну, тут, в общем, все расписано. Прикольно сделаны планшеты, оформление у него прикольное. Можно менять заставочки, можно менять рабочий стол, обои. Интересненько сделано. На какое-то время вас это отвлечет от сбора ресурсов. Да, все время в него залипать не будешь, потому что это все-таки нереальный планшет и его функционал достаточно ограниченный. Но я для себя нашел другой выход. Я лазю в своем телефоне и даже периодически разговариваю по мобильному телефону, пока мой персонаж собирает эти папайи, маракуйи и гуавы. Прикольно, прикольно сделано. Поэтому, как я сказал, это один из выборов, то, что, в принципе, здесь очень сложная экономика. Тут не разбогатеешь за 5 минут. Но, с другой стороны, она вот облегчена тем, что вам не нужно собирать мешки и бегать. Такая очень упрощенная схема сбора ресурсов. Она мне и понравилась. Да, в общем-то, я уже об этом говорил, что это меня и подкупило, когда я пришел первый раз на Новус. И вот за этими разговорами я уже собрал вторую партию плодов и иду их отдавать. Цены, надо сказать, колеблются. Где-то от 1900 до 2000. 2100, где-то вот так. Ну, это с моим рюкзаком, в который помещается всего вот 28, по-моему, единиц. Я уже сдал две партии, то есть, ну, грубо говоря, я заработал 4000. Сейчас я хочу положить все, что у меня есть там на кармане в банкомат, чтобы побегать и за кадром пофармить, чтобы не испытывать, так сказать, терпение зрителя. Фармить мне придется долго, поэтому я положу денюжки, запомню, сколько у меня осталось и через какое-то время приду и посмотрю, сколько же мне удалось заработать и за какой промежуток времени. Сейчас у меня на руках 1800 с копейками там и времени час 08. Ну, пойду фармить. Увидимся после того, как я что-то заработаю. Ну, и вот спустя 26 минут я несу свою последнюю партию собранных урожаев. Надо сказать, что цены упали, что на один вид урожая, что на другой вид понизились и уже по 2000 я не зарабатывал. Поэтому и решил я прекратить. Итак, в результате за 26 минут я заработал 9716. Ну, округлим до 10 тысяч, потому что я покупал попить и поесть. Грубо говоря, 26 минут 10 тысяч. То есть за час я бы заработал порядка 25 тысяч. Но, к сожалению, достаточно скучно, поэтому я долго не выдержал. Ложим наши денюжки на счет и оставляем себе на обратную дорогу. А теперь я хочу отправиться в город и посмотреть, вообще сколько же мне нужно заработать, чтобы купить машину. С экономикой и ценами я абсолютно не знаком. Я заходил, но я же не обращал внимания, что сколько здесь стоит. Мое дело было показать там, какие предприятия и как они открываются. Ну, здания вот эти вот я показывал. А с экономикой я не знаком. Поэтому мне нужно посмотреть, вообще на что мне надо рассчитывать-то. Я помню, что здесь была в продаже Lada Vesta. Она была самая дешевая. Но вот где здесь ее искать, я хрен его знает. Магазинов много, но магазинов отечественной техники я не нашел. Есть японский, вот этот магазин, в котором мы сейчас, это магазин американской техники. Там есть ретро-автомобили. Ну, много всяких магазинов. А вот где искать дешевую, я не знаю. Но вот в этом же первом магазине я вижу, что я могу, в принципе, себе уже позволить вот этот автомобиль за 20 тысяч. И рядышком Ford тоже, ну, за 30 тысяч. У нас есть 40 уже, я, то есть, как бы, с Тимуркиной помощью. Ну, если бы еще посидел часик, наверное, на этом, в этом лагере, я бы смог себе позволить и за 50 тысяч машину. Но, к сожалению, вот, ну, не хочется мне уже фармить, поэтому хочется посмотреть, что по машинкам. Да, купить я ее уже могу, но что-то мне подсказывает, что сначала мне надо посмотреть, а сколько же стоят грузовики-то здесь. Если изначальная машина, вот, в американском сеттинге стоит от 20, то я так думаю, что грузовики будут примерно, мое просто предположение, где-то от 40-50 тысяч. Вот так вот будет начальная цена. Поэтому, наверное, горячиться я не буду. Тем более, что здесь есть каршеринг. И он находится совсем недалеко. И каршерингом я хочу воспользоваться для того, чтобы поработать на следующем занятии. Здесь есть почтовая служба, называется UPS. Раньше, давно-давно, еще когда Новос был на Altice, там выдавали машину. Но потом они это дело отменили, и сейчас машины там не выдают. Но зато есть каршеринг, которым мы сейчас воспользуемся. И на вот этой вот арендованной машине я попробую повозить почту. Почту можно возить на своей машине или на каршеринговой. Но я не хочу горячиться сейчас, не зная, сколько стоят грузовики. Может быть, мне не хватает там пару тысяч, я сейчас потрачу, и мне потом придется все по новой опять фармить. Потому что машина, ее продать-то можно, но она же упадет в цене. Поэтому я хочу вот сейчас взять машину в аренду и на ней попробовать повозить почту. Но это мы увидим в следующей серии. А пока спасибо всем, кто зашел. Спасибо всем, кто посмотрел. Заходите в игры, играйте, получайте удовольствие. Ну, а мы с вами увидимся в следующей серии. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok